Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Муж маменькин сынок, брак 3 года, мне 27, ему 42. Двое детей, 6 лет, моего первый брак. И 6 месяцев, общий ребенок. Отношения в принципе всегда были неплохие, все было хорошо. Мама его ко мне хорошо относится, но уже продолжительное время мама стала дергать и днем, и ночью. То у нее давление, ей 75, то спина, то упала, то просто плохо. И он в любое время срывается и едет к ней. Вчера я уехал с ночевкой, ссылаясь на то, чтобы мама ночью к папе не вставала. Папа инвалид. Баночки для туалета не носил ему, потому что у мамы большие проблемы со спиной, и ей нужно лежать. Вот постоянно мама-мама. Мне это порядком надоело, поговорить с ней я не могу, там уже маразм, она не слушает меня. Только ей плохо и все. С мужем поговорить не знаю как, потому что мама для него самая важная, а семья ушла на второй план. Обычно, когда я с мужем пытаюсь спокойно поговорить, выяснить отношения и решить проблему, он начинает кричать, психовать, чтобы ему мозг не выносило. В итоге я снова молчу. Пока я молчу, у нас все хорошо. Но как только пытаюсь сказать о своих обидах, в удовольствиях сразу скандал. Он и слушать не хочет. Что делать? И да, с первым мужем я разошлась, так как он пил. Нынешний муж разошелся с первой женой, потому что чем-то она ему и его маме сильно не угодила. Была самолюбивая и думала только о себе. Вот поэтому я не хочу показаться плохой для меня, так как брак для меня важен. На что здесь хочется обратить внимание? Если вы расстались с первым мужем, потому что он пил, и второй муж ведет себя как ребенок, то это по сути одно и то же. То есть у вас такая модель поведения, что вы выбираете мужчин, которые ведут себя как дети. Это значит, что у вас родительская модель поведения. Родительскую модель поведения нужно менять на поведение равного взрослого человека, равного взрослого партнера, если угодно. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что вы боитесь потерять брак. Это тоже очень важный момент, потому что свое поведение вы выстраиваете на стрессе, на нежелание показаться было плохой. Вот. То есть сдерживаете себя. Вам важен брак, а не личность вашего мужа. Это важно, потому что когда на первом месте личность вашего мужа, и вообще личность человека, вот, то это, скажем так, не то же самое, когда важен только брак, ну или только вот, какие-то отношения. То есть отношения сами по себе. Вот. Следующий момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Это момент, касающийся ваших обид и недовольств. Очень важно, как вы об этом говорите. Да? То есть одно дело, если вы говорите о том, где претензии, и другое дело, если вы говорите о том, что вы чувствуете, о том, чего вам хочется и так далее. Да? То есть нужно учиться неконфликтному общению. И ваш муж, конечно же, отнесется к этому, как к чему-то необычному, как к чему-то такому, такому, знаете, ну, страшному может быть. Но если снова и снова эту модель повторять, если снова и снова действовать, так как я говорю, то со временем, со временем ситуация начнет улучшаться. Не сразу. Вот. Это три основных момента, на которые мне хочется обратить ваше внимание. Повторюсь, три важных момента. Вот вы спрашиваете, что делать. А я спрашиваю вас, что делать, чтобы что. Поменять своего мужа вы не можете, потому что, ну, он такой, как он есть. Но он не изменится, по крайней мере, до тех пор, пока его все устраивает. А его, судя по всему, все устраивает. Понимаете, да? Вот. Значит, соответственно, вам необходимо, на мой взгляд, сформулировать для себя этот аспект. То есть, аспект следующий. Чего я хочу. Да? Ну, вот, просто, что мне нужно. То есть, если я хочу. Например. Чтобы. Человек как-то изменился. Это одно. Понимаете, да? Если я хочу. Чего-то для себя. Это другое. Не то же самое. Очень важно. На это. Обратить внимание. Вот, крайне, крайне важно. На это. Обратить внимание. Вам. Своё. Внимание. Понимаете, да? И уже от этого. В какой-то степени. Отталкиваться. А сейчас ничего, ничего этого, на мой взгляд, вы не делаете. Вы не делаете. Вашим мужем. И отсюда. Такие вот. Получаются. Конфликты. Ну, между вами и вашим мужем. Фактически. Фактически. Происходит борьба. И это борьба. Которой нет. Ну, победителей. Это борьба. Которой нет. Выигравщих. Это борьба. В которой есть. Только. Проигравщие. К сожалению. И этот момент. Вам нужно. Постараться принять. Сейчас вам сложно. Я понимаю. Сейчас вам тяжело. Это я тоже понимаю. Но. Тем не менее. Нужно. Двигаться. И менять. Как. Свою мобиль. Поведение. Вот. Так и свое отношение. К самой. Себе. Вот. И в этом. Вам. Хорошо может. Помочь. Работа. С. С. Ну. Психологом. Вот. То есть. Вам. Здесь. Очень хорошо. Может помочь. А. Ну. Психотерапия. Вот. Психотерапия. Даже если. Вы. Просто задаёте вопрос. Не особо. Как-то вот. Ну. масштабно есть и не особо масштаб рассчитывал. То есть, как бы, тут такой вот деликатный, достаточно последовательный необходим формат работы, только таким образом можно что-то, ну, на самом деле, реально изменить. Вот. А сейчас как бы, ну, вот вы просто боритесь. Вот. Вы просто боритесь, ну, опять же, потому что... Конфликты, ну, не умеете вы вести себя в конфликтных ситуациях, так скажем. И задача психолога, вот, этому, конечно же, научить. Вот. То есть, задача психолога является помочь вам, ну, в себе разобраться, вот здесь. Вот. Я, конечно, совру, если скажу, что это просто. Но, тем не менее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что-то позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Ага. Гостаканend Fredа Woofjsh IVs. Продолжение следует...